Здравствуйте, дорогие земляки! Мы проживаем за пределами Республики Калмыкия, на Ямале. Для нас то, что сейчас происходит в сердце нашей Родины, очень волнительно. Сегодня и мы хотим поддержать митингующих и выразить ноту несогласия с назначением Дмитрия Трапезникова на должность главы администрации нашей родной столицы. Лично нас смущает его темное прошлое, получение дипломов одновременно в нескольких высших учебных заведениях. Опыт работы на руководящей должности по сравнению с той же Вастиной ничтожно мал. Предложенная им концепция развития города не содержит никакой информации по поэтапному развитию, а также к чему она приведет город в итоге. Учитывая речь Бату Сергеевича в обращении к жителям столицы о предоставлении времени Трапезникову, по каким критериям мы будем оценивать его работу через полгода, год. Работая на чужбине, мы надеемся на скорое возвращение домой, где нас ждут родные и близкие. И поэтому рассчитываем на весомые положительные изменения в республике, которые возможны только с руководителем, выходцем из нашего региона. Человек, не владеющий реальной ситуацией, обеспечить это не способен. Отдельно хотелось бы обратиться к депутатам Иллистинского городского собрания и лично к главе республики. Примите правильное, обдуманное, извешенное решение в избрании главы администрации города Иллисты. Ведь от этого зависит наше будущее и будущее наших детей. Здравствуйте, дорогие земляки! Независимо от нации вероисповеданий, сегодня мы обращаемся к господину Трапезникову. Вы наверняка понимаете, что митинги будут продолжаться. Проявите уважение к народу Калмыкии и сложите свои полномочия во имя мира, спокойствия в республике. Меня зовут Манджиев Дорджи, я вышел сегодня на мирный пикет в городе Филадельфика, чтобы поддержать калмыцкий народ, который не согласен с значением Трапезникова в мэры города Иллисты. Считаю, что это назначение незаконное. Калмыкию делают площадкой для опытов Кремля, не считаясь мнением простых жителей. И то, что сейчас происходит в Калмыкии, можно назвать просто преступление, потому что нарушается Конституция Российской Федерации, степное вложение нашего калмыкии. И я уверен, что люди, которые придут завтра, не побоятся и выскажут свое мнение, это настоящие герои настоящей калмыкии. И мы здесь, находящиеся в городе Филадельфия, поддерживаем всех тех, несогласных назначениям незаконным сепаратиста Трапезникова, человека, у которого, я уверен, что руки по локоть крови, существовало ДНР. Так что я против, и все люди, которые здесь собрались, против этого назначения калмыкии, свободу. Кремль прекратил назначать своих варягов на калмыцкие должности. Всем здравствуйте, меня зовут Чуримов Санжи. Рядом со мной находится мой брат, его зовут Савур Чуримов. Мы выступаем против назначения Трапезникова на должность главы города Листы, потому что это назначение мы считаем незаконным. Этот человек, с моей точки зрения, является международным преступником. Люди, такие как Трапезников, должны пристать на международном трибунале в Гаге за содеянные преступления в Украине. Мы плоти от плоти нашего народа. Сегодня полреспублики работает за пределами, и в том числе и мы. А виноваты в этом сегодняшние власть имущие, которые, разворовав бюджет, живут за пределами деньги свои и детей своих держат за пределами республики. Мы сегодня собрались, чтобы поддержать вас и высказать свою солидарность против Трапезникова, против назначения этого международного преступника, которого незаконно ЭГС избрал мэром города. В общем, мы выражаем свою солидарность. И поскольку наши родители, родственники и друзья живут в республике, мы надеемся, всем сердцем надеемся на процветание и благополучие нашей Родины. Спасибо. Меня зовут Василий Петрович Давыдов. И вся наша калмыцкая диаспора крайне возвращена отношением властей, центральных властей нашей родной Калмыкии. Назначение Трапезникова, мэром города, это крайнее неуважение к нашему народу. Поэтому мы призываем Бату Хасиков принять все меры, устранить от власти Трапезникова и назначить достойного представителя калмыцкого народа. Трапезников вон из-за листы! Здравствуйте. Я Кулманов Вячеслав Саналович. Хочу выразить свою позицию, объяснить, почему я против назначения Трапезникова на пост мэра. Считаю его назначение незаконным. И предлагаю выбрать достойного кандидата, чтобы народ выбрал его, проголосовав за него, а не так одним человеком, который просто взял и указал на кого-то и поставил мэром. Считаю, что весь этот спектакль управляется с Кремля. Также хочу подчеркнуть, то, что Орлова назначили на пост Совет Федерации представителем Калмыкии. Все знают, и в том числе Бату Хасиков, что рейтинг Орлова, его нету практически, он ниже нуля. И тем не менее, он не считается со своим народом, ставит его представлять Калмыкию. Все это не может быть нормальным. Люди выходят во всем мире, кричат об этом, заявляют, чтобы обратить внимание правительства на этот беспредел. Прошу вас всех объединиться и законно отстаивать свои права, свой голос и заявлять об этом, не боясь и не сняясь ничего. Берегите себя. Я хочу выразить поддержку нашему народу и попросить Бату Сергеевича отстранить Трапезникова с поста мэра города Иллиста. Это все, что я хотел сказать. Меня зовут Леонид Сахилов. Я один из десятков тысяч эллистинцев, которые покинули пределы родного города и родной Калмыкии. Вынуждены были вместе с семьей переехать. Но тем не менее, связь с родиной у меня осталась. И я считаю, что с моим голосом, своим мнением стоит считаться. А я считаю, что Трапезникову не место в Иллисте. Мы не можем доверить наш родной город этому человеку. Более того, имеющаяся информация говорит о том, что он преступник международного масштаба. Не хотелось бы, чтобы в моем родном городе, где я родился, учился, работал долгое время, большую часть своей сознательной жизни управлял такой человек. Бату, слушая директивы из Кремля, ты забываешь об интересах народа. Ты неправильную сторону взял, потому что у любого правителя есть сила либо в деньгах, либо в народе. И сила народа, который за тобой, она помощнее, посильнее будет, чем сила денег. Если у тебя был шанс, шанс, чтобы народ стал за тобой, как за великим лидером, чтобы стал великой личностью в истории калмыцкого народа. Но народ неглупый, все все понимают, и шансы с каждой секундой, с каждой минутой тают. Твои сторонники уже понимают, что сделали ошибку, когда выбирали тебя. На сегодняшний день я бы назвал ситуацию в Элисте экстремальной. Все понимают, что не сегодня, не завтра может все взорваться. Не хотелось бы, чтобы это произошло. Мы категорически против политики, которая тебя подталкивает Кремль. Подумайся, еще пока не поздно, уже крайние, крайние, крайние идут мгновения и ситуации, когда можно все развернуть. Нас больше, чем 40 тысяч, о которых ты говорил. Если я увижу, что 40 тысяч, тогда я подумаю и приму решение. Так вот, нас, таких, которые против Трапезникова, гораздо больше 40 тысяч. И вот я один из них. 40-тысячный это я. Или 100 без Трапезникова. Субтитры создавал DimaTorzok